Питанк не первый год включен в программу летней спартакиады, которая проходит в городском округе среди дворовых команд. Этот вид состязаний считается старинным. Раньше в него играли пожилые французы, но сегодня он явно набирает популярность у молодого поколения. Мы все одинаково играем в питанк. Мы же одновременно научились. Просто капитан можно. А в чем главная сложность этой игры? Ну, это концентрация. Вот в прошлый раз мы участвовали. Была очень важная игра за выход в финал. Значит, мы играли, выигрывали команду 6-0. И потом мы как-то расслабились и просто проиграли, и мы все, и вылетели. Это было очень обидно. Сегодня какой у тебя настрой? Боевой. Хочется отомстить им. В игре принимают участие 12 команд по 3 человека в каждой. Вначале на расстояние бросается так называемый кашанет – деревянный шарик. Ну а далее задача игроков – бросить свой шар как можно ближе к кашанету. Эти железные шары достаточно увесисты, поэтому кидать их не так-то просто. Главное – это техника броска и продуманная стратегия. Мы его закручиваем чуть-чуть, так, чтобы он останавливал своё вращение и останавливался рядом с целью. Либо же мы его с вами кидаем в кистевой бросок, он у нас, получается, идёт на точность. На соревнования приходят не только участники, но и многочисленные болельщики – родители, а также бабушки и дедушки. Причём им иногда даже удаётся посостязаться со своими детьми. Этап – питанка. Не знали о нём, что это такое. Но все влюбились. Нам дали возможность в прошлый раз поиграть и взрослым. А на сегодня мы даже с дачи приехали, чтобы поиграть и поучаствовать. Центр физической культуры и спорта «Олимпик» объединяет всех желающих в месяц, как минимум по три мероприятия. И всё это для того, чтобы у юных мытищенцев было активное и нескучное лето. Для привлечения детей к занятиям спорта, чтобы дети почувствовали какой-то команды дух, сплотились, ну и выходили во двор заниматься спортом, здоровым образом жизни. Найти всю актуальную информацию о предстоящих соревнованиях несложно. Она размещена на стендах всех спортивных площадок и в социальных сетях Центра «Олимпик». На следующей неделе, 26 и 28 июля, соревнования пройдут на стадионе пляжных видов спорта в Центральном парке. Обязательно присоединяйтесь. Анна Смирнова, Андрей Капустин, Первый мытищенский.